Всем привет, с вами Синг. Я сходил на первую годовщину ХСР в Питере и было офигенно. Сейчас буду делиться своими впечатлениями. Поехали. Где-то в начале марта в ВК-группе Ханкая появилась приложуха Тик-Так. Выполняешь задания всякие, мини-игры, собираешь предметы и в зависимости от количества пасхалок ты можешь либо получить билет на оффлайн-ивент, скидку на мерч, еще и какой-то розыгрыш. Я не стал сильно запариваться, правда чуть попозже нагриндил себе скидку. Честно говоря, я наслушался всяких ужасов об организации ивента, очередях и прочем аде, который обычно сопровождает любой ивент Ханкая. Но я ни с чем из этого не столкнулся. Есть пару проблем, я о них расскажу чуть позже. Но видимо на третий день процесс более-менее отполировали. Заранее регистрируешься на определенное время и день, на каждый час рассчитано 250 человек. Но в теории можно сидеть до закрытия. На пороге вас встречает часик и потрясающий портье. Людей начали выпускать ровно в 12. Очередь очень быстро растаяла. Это недода пицца с 10-часовыми стояниями на морозе. На входе ты предъявляешь свой билет, паспорт, ну или любое другое удостоверение. И тебе выдают немного мерча сразу на руки. Вот такие ушки. Далее следует огромный плакат на тему пинаконий с персонажами, локациями и всем остальным. Тут еще внизу есть промокод. Я его ввел. Можете, конечно, тоже попробовать. Там просто 4 синих книжки. Голографический билет празднования, который я как полный рукожоп, к сожалению, помял. Но он очень миленький и прикольный. И самое главное, квест-карта. Так сказать, живой интерактив. Там 7 заданий, которые заставят вас окунуться в мир кринжа и общественного позора в контакте. Список призов находится слева снизу. Последние 2 пункта это попытки в автомате с крюком. Но выиграть практически невозможно. Первым заданием было выпить усладу. Говорят, на нулевом пресс-дне действительно давали какой-то особый и очень вкусный напиток. А всем остальным дюшес. Второе задание это что-то типа конкурсов на свадьбе. И конкретно к этой части у меня есть легкое недовольство. Вот этот ведущий раз в час выходит и разыгрывает призы. Но для этого надо выйти на сцену и забыть о стыде. Проблема в том, что в этот момент в зале примерно 100 человек. И успеет поучаствовать, дай бог, 10-15. И потом надо снова час ждать. А принципы выбора этих людей из толпы вообще непонятны. Мне повезло, так как потрясающая зрительница после выигрыша монетки замашнила мой проход и я победил в конкурсе. Мне надо было попасть бумажкой в мусорную корзину. И это не шутка. К сожалению, не хватило 10 сантиметров счастья до нужного сектора на барабане удачи. Михаё выпустили тысячу пронумерованных монет к годовщине игры для России. Я, к сожалению, ушел без такой. Выглядит она офигенно. Третью печать давали за правильный ответ в квизе по Ханкайстарейлу. Мне было чутка тяжко это наблюдать, так как ведущий не особо шарил за игру. Но к нему никаких претензий нет. По итогу я воспользовался главным уроком школы. Не стал поднимать руку, а просто выкрикнул правильный ответ и получил печать. Лол. Четвертым заданием была фотка с косплеером. В тот момент была только Ахерон. Девушка потрясающе красивая, изящная и очень высокая. А может я маленький, не знаю. И в отличие от персонажа у нее классная и живая мимика. Следующим заданием было сфотографироваться в номере отеля. Клянусь, это чистое совпадение, что я снова сфотографировался с ней. Самая классная часть это поиск птиц оригами. Было действительно весело и интересно заниматься фотоохотой. Организаторы каждый день меняли дислокацию птичек. Отчего читерить было тяжело. Мне здорово помогли зрители, встреченные на ивенте. Но дифферамбы про них спою чуть позже. Последним заданием было купить мерч. Руспокупка! Но сначала я вам покажу мерч за квесты. То бишь, бесплатный. За одну печать вам дают три стикера. Выглядят они примерно вот так. Затем идет открытка. У меня их две штуки, потому что еще одну выдали за покупку в магазине. И это мне нравится намного больше. Далее идут голографические карточки. У меня их три штуки. Собственно, одну я получил за печати. Вторую я получил за покупки в магазине. И третью на том самом колесе, где не получил монету. И сейчас у нас будет легкий СМР. Извините, что я шарик еще не надувал. Но это вот вубабу. Он довольно большой. Его могли надуть прямо там. Но я как-нибудь найду повод для того, чтобы побаловаться этой игрушкой. Врать не буду. Цены на мерч кончены. Другого слова я подобрать не могу. И это довольно большой минус. Хотя, знаете, если я правильно понял. Самый дорогой набор из семи фигурок за 21 тысячу разобрали то ли в первый день, то ли уже во второй. По крайней мере, к моему приходу его не было. Мягкая игрушка помпом 8 990 рублей. Со скидкой я взял две фигурки общей стоимостью 6201 рубль. Это генерал для моей дорогой подруги Лисы на скорый день рождения. А себе я взял Вельта. Так что его мы распакуем. Нашел в ВК, кстати, пару фоток с генералом. И он реально классный. Слушайте, фигурка довольно увесистая и прикольная. Я даже не ожидал. К сожалению, фокус в эпке немного тупит. Поэтому я сейчас сделаю фото и покажу вам чуть получше. Мне нравится, хотя ценник все равно считаю кусачим. Но, как говорится, за любовь надо платить. Еще я взял акриловую открыточку. Тоже далеко не сразу. И она не дешевая. Там 1300 с мелочью. И это со скидкой 10%. Она очень увесистая. И вы знаете, что я большой любитель фусюань. Так что не удержался. Слушайте, а там такая серьезная упаковка. Прям все запечатано со всех сторон. Воу. Честно говоря, достать эту штучку было довольно тяжело. Она клевая. Прям мне нравится. Смотрится очень хорошо. Спереди. А сзади, к сожалению, есть какой-то легкий привкус дешевизны в виде бумажного крепления. Которое, ну, мягко говоря, не внушает доверия. Надеюсь, я не поломаю. Сильно дергать не буду. Но вот сама эта штучка. Вау. Очень миленькая. Сделал фоточку вместе для наглядности. Ужаснуться остальным ценам вы можете в телеге с ворда. Ссылочку на пост оставлю в прикрепленном комментарии. Последний негативный момент это гачапон. Тот самый аппарат с крюком. Имха выиграть там практически невозможно. И играть из-за этого не особо хочется. С другой стороны, администрация внезапно порадовала своим очень добродушным и хорошим решением. Моя замечательная зрительница Татьяна пыталась забрать помпом. И игрушка застряла шляпой снаружи, а телом внутри. Только платье сползло в дырку. И ребята ей по итогу отдали игрушку. Очень мило с их стороны. В остальном было замечательно. Хорошие локации. Прикольные украшения. Доброжелательные люди. Относительный порядок и комфорт. После доды, пиццы и чайного ивента это рай. Хочется теперь еще чего-нибудь такого же. Только с исправлением мелких шероховатостей. И более демократическими ценами. Жаль, что не было каких-нибудь медийных людей Ханкая типа Глина. Но он и так уже как загнанная лошадка от регулярных деловых поездок. Полистал ленту ВК по хэштегу и расстроился. Видимо остальные косплееры подтянулись ближе ко второй половине дня. Хочу поделиться одним личным переживанием. Я всегда спокойно относился к количеству подписчиков, деньгам и прочему. Мне это казалось чем-то неосязаемым. Но ко мне за время ивента подошло человек 20. И все они были невероятно приятными и добрыми людьми. Я столько объятий от красивых девушек за один день никогда не получал. Да и чего уж там, даже за год. Парни тоже классные, не подумайте ничего. Обычно общение с людьми высасывает из меня силы. А в этот раз было ровно наоборот. Хвалили за лорные ролики, помощь в прохождении виртуалки и многое другое. Пожалуй, у меня впервые за долгое время начал пропадать синдром самозванца. Большое спасибо. Кажется, я теперь наконец-то понимаю и ощущаю, зачем веду ютуб канал. Вы очень классные. Спасибо всем за внимание и поддержку. У меня полночь и ролик я буду домонтировать утром. В конце недели я планирую навернуть лора. Всем удачи в гаче и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok